Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени мы с вами совместно разбираем события, которые на финансовых рынках произошли и оказали самое основное влияние на движение инструментов, ну и разумеется на рыночные настроения трейдеров, которыми этими инструментами спекулируют. Вчерашний день очень подвижные сессии были волатильные практически по всем финансовым инструментам, отдельно по некоторым, вовсе рекордные показатели движений. Это больше характерно для всей капитализации американского фондового рынка, отдельных бенчмарок и секторов. Хорошо, что мы вовремя поставили с вами на снижение и желание отработать потенциал перекупленной американской фонды, потому что распродажи, последовавшие, собственно, накануне, стали рекордными с точки зрения однодневного снижения за много-много лет. Какой бы индекс сейчас вы бы ни анализировали, СНП, ДОУ, Насдак в целом потери тотальные. Основным камнем, который утянул, собственно, все эти индикаторы вниз, на дно выступил технологический сектор, который также понес сокрушительные потери около 5% за один день. Я, друзья, даже не припомню, если в отношении индексов можно еще попробовать выйти на какие-то прецеденты, которые были много лет назад в плане снижения, то вот касательно технологического сектора, когда последний раз, собственно, этот сектор снес такие потери, я даже не припомню. Ну, может быть, кому-то из вас будет интересно, посмотрите. И буду благодарен за обратную связь, фидбэк через комментарии, опять же, на нашем канале на YouTube. Наверное, неважно, сколько потеряли американские фондовые рынки, главное, что они пошли вниз и, соответственно, позволили нам, друзья, заработать. Мы сегодня вернемся еще к тому, что происходит в американской секции акций, потому что, с одной стороны, это важно, поскольку именно Америкой мы и торгуем, с другой стороны, понимаем то, что американский фондовый рынок, безусловно, будет оказывать влияние на прочие площадки и развитых стран, и развивающихся рынков. А у нас, с точки зрения развивающихся площадок, очень большой интерес сейчас к российской фонде, ее влияние негативного на рубль, общего формирования настроений инвесторских на реалиях российских, собственно, биржевых активов. Ну, и там, с разных сторон, можно выйти, опять же, и на нефтянку, хотя причины следственной связи больше прослеживаются, лучше прослеживаются, они более очевидны, если заходить со состояния сектора энергетики, его влияние именно на рубль и на фондовые инструменты. В общем, друзья, на рынке очень жарко, это хорошо, потому что, чем более интенсивными на площадках будут движения, тем больше за ними будет скрываться возможностей, и тем, соответственно, больше будет внимания с нашей стороны, то есть со стороны спекулянтов. К повестке текущей сессии, на что мы сегодня должны обратить внимание. В 12.00 по московскому времени состоится выступление Марка Картни, который является руководителем британского регулятора. Конечно же, он будет говорить о монетарной политике с оглядкой на риски, все-таки еще имеющие место быть, связанные с Брекзитом. Хотя по британцу сейчас, с учетом того роста, который случился в ходе торговой сессии среды и рост, который поддержал и рост европейской валюты, сейчас трейдеры фокусируются не на перспективах монетарной политики, не на статистике, а снова на новостях по Брекзиту, которые, как вы понимаете, разумеется, сейчас, с учетом роста, носят такой положительный характер. Но об этом мы также поговорим. В 15.30 сегодня данные по штатам. Классический период выхода статистики. Разбираем заказы, точнее заявки на пособие по безработице. И также данные по инфляции. Инфляция изначально, еще с понедельника, была определена нами как важнейший индикатор состояния американской экономики и важнейший релиз, собственно, на который мы с вами настраивались всю неделю. Так вот, в 15.30 мы наконец-таки увидим конкретные цифры и сможем уже порассуждать детальнее, конечно же, уже на завтрашнем брифинге. Но я вас заранее готовил к тому, что нет причин, из-за которых с инфляцией могло бы что-то произойти за последний месяц. Более того, учитывая рост цен на нефть, скорее всего, у индекса потребительских цен вполне логичным образом появился такой естественный катализатор для расширения. Помимо положительной конъюнктуры, которая сложилась на рынке энергетики, есть еще и внутренние факторы, поддерживающие это высокоактивность домохозяйства и потребителей. И, конечно же, довольно высокие, сохраняющиеся на высоких позициях, темпы роста заработных плат. Если вы сейчас посмотрите, друзья, на прогноз, то сегодня даже базовая инфляция, которая не учитывает ни цены на продовольственные товары, ни цены на энергоносители, может порадовать оптимистов, покупателей доллара, потому что базовая инфляция окажется существенно выше целевого ориентира. 2,3% ожидается. Я считаю, что именно такой сегодня индикатор мы с вами и увидим. Поэтому для доллара, который я против той же иены очень сильно просел, это было связано с комментариями Трампа, который после распродаж на американском фондовом рынке вчера снова обрушился на Федрезерв с критикой, что именно американский регулятор своей политикой в более высоких процентных ставках и спровоцировал вот это вот ралли. Сейчас тоже немножко остановимся на этом фундаменте, потому что, на мой взгляд, он имеет большое такое долгосрочное влияние. Ну попробуем, конечно же, разобраться. И замыкать в плане важных отчетов в сегодняшний день будет статистика по запасам нефти в США, нефтепродуктов. Этот релиз будет обвлекован в 18.00 по московскому времени. Вчера у нас очень хорошая, вдохновляющая и вселяющая надежда статистика от Американского института нефти. Очень серьезный прирост, практически на 10 миллионов баррелей. Повтори, соответственно, сегодня мы, увидев похожие цифры от официального ведомства, я думаю, что нефтянка будет вынуждена столкнуться с еще большими потерями. Ну а теперь давайте перейдем к рынку нефти. И с большим удовольствием для себя я констатирую, наконец-таки мы дождались вот этих распродаж, этого тотального обвара, который произошел на рынке нефти. Считается, что рынок нефти оказался под давлением панических настроений, вызванных распродажами на американском фондовом рынке. Но здесь я бы, наверное, даже немножко поспорил, хотя бы из праздного интереса. Да, я понимаю, что здесь тоже очевидно, вот эти связи прослеживаются, но все-таки влияние такое кольцевое воздействие. То есть, возможно, американский фондовый рынок действительно спровоцировал снижение распродажи в отношении большинства рисковых активов, к которым относится нефть. Но с другой стороны, согласитесь, нефтянка и сектор энергетики – это тоже одна из основных компонентов американского фондового рынка. Поэтому снижение все-таки нефти стало уже с другой стороны причиной усиления распродаж на американском фондовом рынке. Ну, такие вот очевидные параллели. Я все-таки попробую связать распродажи на рынке черного золота с несколько другим фундаментом. Во-первых, это ослабление урагана Майкл. И уже очевидно, что последствия будут, ну, куда менее разрушительными и негативными для нефтяной инфраструктуры Мексиканского залива. Более того, я вам хочу сказать, что если буквально день назад мы с вами анализировали данные, что из-за опасений того, что этот ураган будет чудовищно сильным, более 40% нефтедобычи было поставлено на холл, то сейчас промышленники и нефтяные буровые снова возвращаются к своей привычной штатной работе. Это значит, друзья, что день-два, и мы с вами более не вспомним про этот ураган и не будем говорить про фактор поддержки локальный, такой, который усилил вот интерес к нефтянке в последней торговой сессии. Я также напоминаю, что рынок все-таки начинает с большей осознанностью подходить к тому фундаменту, который, на мой взгляд, был очевиден еще несколько месяцев назад. Этот фундамент связан с несколько преувеличенными рисками нехватки приложений из-за Ирана. Мы видим то, что торговые конфликты, которые продолжаются между США и многими экономиками, но основной, конечно же, фигурант – это пока что Китай. Все-таки по степени мощности экономики – это действительно два титана США и Китай, которые сошлись и заставили многих пересмотреть прогнозы мирового экономического роста. Помните, мы также накануне разбирали прогноз Международного валютного фонда, который был пересмотрен с понижением впервые с 2016 года. Я клоню, друзья, к следующему, что если оценка более слабого экономического роста дается уже такими влиятельными, скажем, ведомствами и агентствами, которые работают с огромным массивом данных и информации, нужно допускать, что эти прогнозы взяты не на пустом месте. Если мировая экономика действительно покажет не такие бурные темпы роста, как, может быть, многие хотели видеть, то это неминуемо отразится на спросе на сырье и на, разумеется, нефтянку тоже. Поэтому, если рынок, осознав, что Иран не станет причиной дефицита предложения, предложение останется на довольно высоком уровне, начнет подкреплять эту идею еще и позиции того, что спрос может просесть, то это, в конце концов, и выведет, возможно, крупных продавцов в состояние боевой готовности и демонстрации настоящей активности в плане продаж нефтянки. Я, собственно, в этот фундамент искренне продолжаю верить. И хочется, чтобы распродажи последних часов, вчерашний день активно нефтянка валилась, сегодня подхватили вот этот настрой. Медведи, больше медведи становится, более агрессивный прессинг и нефтянка снижается. И, конечно же, сейчас все замерли в ожидании сегодняшнего отчета по запасам нефти, которая выйдет в 18.00 по московскому времени. Напомню, что запасы снижаются уже две недели подряд, фактически это может стать третьей недели подряд. Соответственно, если причиной сейчас говорить о росте, а точнее запасы увеличиваются, прошу прощения. Конечно же, есть, ведь буквально около месяца мы с вами констатируем факт более низкой загрузки нефтеперерабатывающих заводов, более низкого спроса на сырье из-за сезонного технического обслуживания. Ну и аппетиты, конечно же, сейчас в осенний период не такие высокие, как во времена летнего бума автолюбителей, которые традиционно способствовали в этот сезон резкому сокращению запасов. Сейчас уже совершенно другие цифры, сейчас уже совершенно другое время, скажем так, другой сезон, поэтому и мы с вами закладываемся под цифры, благодаря которым сегодня запасы могут все-таки увеличиться снова третью неделю подряд. И я думаю, что для продавцов нефти это может стать хорошей почвой для активизации, собственно, давления. Друзья, 80 долларов за баррель уже совсем рядышком. Мы с вами долго искали хороший уровень для продаж, чтобы попробовать снять по максимуму прибыль с этого рынка. И я думаю, нам это удастся сделать, пробив поддержку 80 долларов за баррель, пройдем ниже. Рубль 66,89, как и предполагалось, и рубль ушел в район 66,5. Мы видим то, что давление на рубль сохраняется. Сегодня крайне неприятное для рубля будет открытие торговой сессии, потому что нефть не то чтобы провалилась, она и продолжает валиться сейчас. Соответственно, все это негативным образом отразится на рубле. Поэтому ждем снова движения пары в район 68, там до 70 также будет рукой подать. Евро и фунт, с вашего позволения, давайте разберем в одной связке, потому что и фунт, и европейская валюта растут благодаря позитиву, который появился относительно темы Брекзита. В частности, Демник Ра, переговорщик от Англии. Вчера прибыл парламент и отчитался, собственно, о ходе переговоров. Снова все заговорили о том, что действительно соглашение уже практически достигнуто. Все спорные моменты практически, это ключевое слово, удалось преодолеть, и компромисс уже найден. И фактически о сделке по Брекзиту, в результате которой Англия должна сохранить доступ к единому европейскому рынку после того, как уже окончательно переключится на автономный путь развития. Эта сделка должна стать достоянием общественности уже на следующей неделе, то есть перед саммитом лидеров стран Европейского Союза. Не знаю, насколько это правда, друзья. Если смотреть на фунт, фунт растет, и, скорее всего, растет на более-менее каких-то объективных основаниях положительных. Ну, это так. Но, с другой стороны, согласитесь, еще нет деталей. Это заставляет многих трейдеров, которые, возможно, и хотят купить фунт, но сейчас проявляют осторожность, потому что нет деталей, действительно ли удалось договориться. И я еще вчера говорил, что на текущем этапе нужно все-таки признать тот факт, что фунт и евро сейчас практически не реагируют на статистику, но особенно британский фунт, британская валюта, потому что очень многое зависит уже от Брекзита. И нужно принять для себя позицию. Во что вы верите? В то, что на следующей неделе сделка будет заключена, либо все-таки склоняетесь в пользу того, что это очередное, скажем, рыночное предубеждение и абсолютно основанное на каких-то предположениях, не на фактах и, в конце концов, договоренности не будет. Вы знаете, что я все-таки иду на стороне продавцов британцев, потому что считаю, что много было возможностей, много было шансов договориться, однако они были наглым образом упущены, и сейчас я в это соглашение особенно не верю. Обязательно найдется какой-то спорный последний пунктик этого обсуждения, который заставит участников всего вот этого переговороческого процесса а снова взять паузу, чтобы попробовать договориться уже после, через какое-то время. Я в связи с этим в британца не верю, друзья. Это, может быть, моя ноша, мое бремя, которое я сейчас несу с точки зрения негативного настроя, но я не хочу покупать фунт и не хочу рекомендовать вам, собственно, так же делать это. Короткие позиции, они сохраняют свою актуальность. По евро 1,1560 мы сейчас видим котировки, соответственно, поскольку европейская вольта тоже реагирует самым прямым образом на новостной фон по Брэкзиту, логика здесь такая же. Не веря в прогресс по Брэкзиту и не веря, что соглашение будет достигнуто, как только появится на следующей неделе подтверждение этого, евро придется снижаться. Хотя, помимо вот этого фундамента, есть еще и ожидания по поводу контраста монетарных политик, по поводу дальнейшего роста американских облигаций и того, как они отразятся на курсе главного валютного риска. Ну и так далее. И не забываем также еще и про политический вопрос. Лично есть у меня опасения по поводу стабильности состояния государственных финансов в Италии. И последнее вот заявление со стороны итальянского, скажем так, руководства, парламента, что и бюджетные документы, проект бюджета пересматриваться более не будут, то явно доказывает тот факт, что Италия все-таки реально бросила вызов Европейскому Союзу. И не будет включать, как говорят, заднюю и не пойдет на какие-то попятные. В общем, вектор развития Италии уже задан. Этот вектор, который больше похож на откровенное несогласие с бюджетными, и точнее лучше, скажем, фискальными жесткими экономическими правилами, которые должны были быть характерны для всех участников валютного блока. По евро, друзья, я тоже не вижу перспектив для роста, поэтому, собственно, короткие позиции в приоритете. Доллар в японской иена уже было отмечено. Сегодня мы ждем данные по инфляции. Ждем сильный отчет, который может поддержать, собственно, рост американской валюты. Почему доллар иена все-таки отошла от сопротивления 113 и сейчас находится в районе 112.20? Очень, скажем, неприятный сюрприз для покупателей доллара, то есть для нас с вами, был связан с комментариями Трампа, который, констатировав вчерашний обвал американского фондового рынка, отметил, что это техническая коррекция. Но, может быть, действительно он прав, потому что рынок, американский фондовый рынок был серьезно перекуплен. И он давно должен был стоить гораздо меньше, в целом, особенно на фоне роста доходности трежерис. Но он позволил себе сделать комментарий, обвинив Федрезерв в причастности к этому, потому что Федрезерв как раз и разгоняет своей политикой высоких процентных ставок доходности трежерис. Тогда, когда десятилетки по доходности находятся выше показателей в 2,2%, конечно же, рынку акций уже невозможно конкурировать с крайне надежными инструментами. И здесь самый настоящий каннибализм в попытке заработать уже через инвестиции в более безопасные активы. Американский фондовый рынок продолжает терять инвесторов, пользоваться меньшим спросом. И вы помните, еще неделю назад, когда мы только перевалили с вами по десятилетним отрежей за показатели в 3%, я сделал, опять же, допущение, что на такой доходности это фактически равносильно концу для роста американского фонда рынка. Собственно, это и произошло. По фонде мы заработали на Dow Jones, с вами USA 30. Друзья, Take Profit был достигнут. Я предлагаю пока что посмотреть в стороне за тем, что будет происходить со фондовой секцией дальше, потому что очень сильно за две торговые сессии рынок потерял. Сегодня, опять же, мы с вами ждем данные по инфляции сильные, которые должны, по идее, поддержать Treasuries и оказать еще большее давление на американский фондовый рынок. Но очень рискованный сегодняшний день в плане трейдинга. Я предлагаю переварить сегодняшнюю статистику и уже к активности в отношении инструментов американского фондового рынка через конкретные рекомендации вернуться уже завтра. То есть завтра я отдам конкретные торговые позиции. Австралийцы против доллара 0,70-1, австралийская валюта снижается и мы снова с вами ориентированы на цель 0,70. Надеюсь, что в этот раз это не ложный поход вниз и в этот раз нам удастся все-таки коснуться этой планки. Доллар канадец, к сожалению, разочаровал. Я думаю, что канадец отреагировал преимущественным образом на обвал цен на нефть, то есть и канадский доллар тоже просел. Но не забывайте, друзья, что в отношении пары доллар-кат и в отношении лично канадского доллара у нас есть еще одна такая фундаментальная отдушина. Можно сказать, даже последняя надежда. Это скорое заседание Банка Канады, которое состоится 26 октября, где Банк Канады, скорее всего, в ходе которого повысит процентную ставку. Поэтому такое решение и факт ужесточения монетарной политики легко может пересидеть негатив, который вызван рынком нефти. То есть по отношению к доллару канадцу, несмотря на рост, который последовал с нашего вчерашнего брифинга, я сохраняю, друзья, короткие позиции. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...